Себя они называют стритрейсерами, то есть любителями уличных гонок. Чаще всего работают в автосервисах и настолько любят свои машины, причем у всех они разные от бюджетных, отечественных до дорогих спортивных, что не представляют своей жизни без автомобильных гонок на общественных дорогах. Мероприятие это неофициальное, незаконное и чаще всего представляющее потенциальную опасность как для самих стритрейсеров, так и для других участников дорожного движения. Требую, говорю, разъясняю. Вот от вас сейчас здесь сидящих зависит жизнь людей этого города, как бы ни было странно, как бы это ни звучало. Вот этим проникнитесь. Для вас это развлечение семиминутное может быть. Сами ребята говорят, что все понимают и то, что нарушают покой мирно спящих людей, что их развлечения небезопасны и более того, они систематически оплачивают штрафы за превышение скорости. 220, 230, 240, 260, 270, 280. И вот теперь решили пойти на контакт и в буквальном смысле слова сесть за стол переговоров с представителями администрации города и руководством ГИБДД. Приезжают сотрудники ГИБДД, нас разгоняют очень часто, конечно, буквально мы собираемся за полчаса времени, нас разгоняют, куда деваться. Мы уезжаем, разъезжаемся и переезжаем на другое место дислокации. Вот так и качуем, как говорится, по городу. Мы хотели бы, конечно, добиться от города, чтобы нам выделили полосу хотя бы в полкилометра. Одно из предложений самих гонщиков – дорога в Салахауле. Но стритрейсерам объяснили, на дорогах федеральных, краевых и муниципальных гонки и днем, и ночью запрещены. Активист от молодежи с вызовом обещает, гонки прекратятся только в том случае, если будет участок трассы, пусть и на ограниченное количество времени, где можно и подрифтовать, и погоняться. Таких свободных трасс, которые без ущерба для дорог и самих водителей можно было бы передать гонщикам, в Сочи нет. Есть пока только пугающие цифры. В этом году число погибших в разных авариях на дорогах курорта – более 40 человек. Сотрудники ГИБДД заинтересованы в том, чтобы ночные автогонщики объединились в сообщество и от хаотичных любительских встреч на дорогах перешли к цивилизованным упорядоченным соревнованиям с обеспечением всех мер безопасности. Конечно, данную категорию необходимо исключать от управления по дорогам общего пользования. Для такого течения необходимо, конечно, какие-то закрытые площадки территории обустраивать с учетом обеспечения правил норм в части обеспечения безопасности дорожного движения. Как пример, привели ситуацию с байкерами. Тоже были вопросы, но мотолюбителям удалось организоваться в клубы и вести самостоятельно профилактическую работу в своих рядах. Как результат, сегодня мотоциклисты – постоянные участники городских мероприятий и акции по соблюдению правил дорожного движения. Поэтому участники круглого стола договорились создать мобильную рабочую группу, которая четко сформулирует проблему и возможные пути решения. И после внесет на рассмотрение в администрацию города свои предложения по развитию автоспорта. Во-первых, ребята готовы организовать профессиональное сообщество. А мы, со своей точки зрения, готовы рассмотреть различные площадки под официальные разрешенные места организации мероприятий, приурочных к данному движению. Будет также изучен опыт работы других регионов. Следующая встреча со стыдрейсерами пройдет в этих же стенах через две недели. Елена Овсецина, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ.